Продолжение судебного спора вокруг Азовского моря и Керченского пролива. Арбитраж ГААГи подтвердил свое право рассматривать иск Украины против России о нарушениях конвенции ООН по морскому праву, которым Киев причисляет возведение Крымского моста и задержание судов. Арбитраж признал, что у него есть полномочия принимать решение по этому делу, то есть иск принят к производству. Это с оптимизмом восприняли в Киеве. Трибунал отклонил попытки России избежать ответственности за ее поведение в Азовском море и Керченском проливе, заявили в украинском МИДе, в то же время решением о довольном Москве, где не признают юрисдикцию ГААГского арбитража, ведь он отказался рассматривать политический вопрос, кому принадлежит Крым. Впрочем, решение суда предопределено, и оно будет не в пользу России, уверен эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Пока речь идет только о том, что суд в ГААГе не правомочен рассматривать вопрос Крыма, но правомочен рассматривать вопрос Азовского моря с точки зрения того, как будто бы Крым не является российским. Потому что если Крым является российским, то проход через Керченский пролив находится в российской юрисдикции. А фактически косвенно суд в ГААГе предполагает, что статус Крыма не определен и должен быть таким, как будто бы пересечение Керченского пролива должно было бы быть свободным и без согласия на то Российской Федерации. Это не предполагает, что юрисдикция Крыма полностью не рассматривается. Это предполагается, что рассматривается некий особый, отдельный, несвязанный статус. Как вы считаете, какое в итоге может быть решение? Решение я предварять не буду. А вопрос... Дело в том, что, учитывая, что предыдущее решение ГААГского суда — это 50 миллиардов в пользу ЮКОСа, то, скорее всего, Россия вряд ли может рассчитывать на особо положительные решения. Тут вопрос в том, каким образом эти решения могут или будут имплементированы. Потому что понятно, что имплементация подобного рода решений, она приведет к очень глубокому кризису между, в данном случае, международным судопроизводством и Российской Федерацией. Владимир Брутер, суд в ГААГе не имеет полномочия рассматривать политические вопросы, которым относятся Крым. Речь только о совместном использовании Азовского моря, считает председатель правления Московского юридического агентства Алексей Леницкий. Это, опять же, не значит, что это дело сразу решается в пользу Украины. Это речь идет о том только лишь, что ГААГский арбитражный суд приступает к рассмотрению этого дела, убедившись в том, что у суда есть соответствующие полномочия, соответствующие юрисдикции. Что же касается Крыма, то, безусловно, у ГААГского арбитража по морскому праву такой юрисдикции нет. Он не может определить суверенитет той или иной страны, той или иной территории, а, соответственно, и являются ли прибрежные воды Крыма российскими или украинскими. Как можно рассматривать дело, не учитывая, кому принадлежат эти воды? Какое может быть решение? Что касается Крыма, то просто ГААГский арбитраж не будет рассматривать вопрос о принадлежности территориальных вод. Ну а что касается Азовского моря и Керченского пролива? Да, здесь у ГААГского арбитража есть соответствующие полномочия. Азовское море является прибрежным морем для Украины, и, соответственно, Украина заявляет свои права на использование этих прибрежных вод, раз. И, второе, на проход через Керченский пролив своих кораблей. Ну и, соответственно, можно работать над этой частью дела, которая входит в юрисдикцию, не работая над вопросом Крыма. Такое, ну, фактически реалии. Да, безусловно, потому что проход кораблей, скажем, через Керченский пролив можно изучать, можно определить порядок этого прохода, можно определить, нарушаются права той или иной страны или не нарушаются. Но вопрос принадлежности берегов Керченского пролива, вопрос принадлежности Крыма, ГАГский арбитраж определять не будет, это не входит его в компетенцию. Алексей Ленинский, вопрос использования Азовского моря не надо рассматривать в суде. Москва и Киев должны договориться сами, заявил нам директор Украинского института глобальных стратегий Вадим Красев. Вот это решение суда, оно какое-то половинчатое, потому что, с одной стороны, оно и запрос этот подтверждает, но, в принципе, дает возможность все-таки, во-первых, тему Крыма держать отдельно от темы Донбасса, и тема Крыма будет за рамками нормандского формата, это раз. Во-вторых, это все-таки решаться должно в двухсторонних отношениях, через двухсторонние. Переговоры между Россией и Украиной, между Ермаком и Козаком. Кстати говоря, Зеленский как раз этому и следовал, поскольку на него было очень много, скажем так, или по адресу Зеленского было очень много упреков в том, что когда-то, вот, при первом обмене пленными, в сентябре 2019 года, украинские моряки были возвращены в Украину в рамках обмена, а не в рамках вердикта международного трибунала. И, кстати говоря, несмотря на все проблемы, сложности, которые существовали на пике конфликтов в 15-16 годах, комиссия по вылову рыбы двухсторонняя работала. И представители этой комиссии с российской стороны бывали в Киеве, и украинская сторона тоже бывала в России для того, чтобы обсуждать квоты на ловлю рыбы, правила судоходства и так далее. Вадим Карасев, Украина подала иск к России 4 года назад, то есть еще до инцидента в Керченском проливе в 2018-м, когда Россия задержала несколько украинских кораблей.